добрый день дорогие друзья пришло время нашего урока ну и как всегда вначале есть некая пауза потому что мы я не совсем убежден в соединении я имею ввиду в интернете есть ли что-то как-то каким-то образом поэтому первая минута это вот такая вот на раскачку идет но я пока буду говорить пока нет никаких сигналов буду говорить в эту субботу мы читаем главу бо и в ней заканчивается рассказ о всех казнях египетских значит вот эти две главы вайра ибо две главы по существу изложили нам все 10 казни египетских а я вот о чем хотел с вами поговорить еще нет никого до какие-то знаки еще не появились да значит видимо это вот так нужно ждать смотреть куда-то в сторону или на экран или на себя и ждать пока эти знаки проявятся я хотел поговорить о десяти казнях вот значит шалом здрасте вот появились первые люди шалом только вот мне ответьте слышно ли меня главное чтобы меня было слышно да значит просьба еще раз кто уже с нами просто напишите слышно или не слышно видно или не видно и мы тогда начнем с шалом 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 всем привет 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 ну хорошо раз не говорят слышно и видно все значит слышно и видно отлично смотрим дальше значит вот этих двух недельных главах которые мы читали в прошлую субботу вайра и в эту субботу будем читать бо излагаются все 10 казни египетских ну не только они естественно излагаются излагаются многие вещи например вот в нашей недельной главе излагается первая заповедь которая дана еврейскому народу как народу заповедь освящения месяца но я сегодня хочу поговорить о другом я хочу поговорить о десяти казнях я задал себе очень простой вопрос какова цель всех этих казней египетских какова цель десяти казней и вообще хочется проанализировать всю эту ситуацию ну вот с момента как муж увидел горящий куст ну и до момента исхода и вот то что произошло понятно что мы с вами присутствуем читая эти главы в очень интересный момент то есть мы являемся свидетелями как всевышний заканчивает свое творение то есть так скажем если все творение началось в первый день творения решить барай луким да в начале сотворения всевышним и так далее это вот начало творения то вот сейчас выход из египта это конец творения творение завершается оно видимо завершится в момент когда мы будем стоять у горы сина тогда творение завершится то есть все будет закончено все что нужно как мне кажется будет создано так вот естественно вся эта история с исходами из египта и и казнями египетскими преследует определенную цель мы будем опираться на текст то что написано в таре и попытаемся понять что там написано первое что я узнаю что всевышний отправляет муше к фараону с определенным заданием это первое и еще он ему тут же сообщает что когда муше будет приходить вместе с аароном там или со старцами будет приходить к фараону а фараон на самом деле не соглашаться будет не соглашаться не согласиться то есть понятно что все что происходит и я все о чем мы читаем в таре всевышнему известно загодя заранее он знает все о чем что произойдет то есть для него нет секрета как будут развиваться события это мы не знаем он то знает да значит мы будем относиться ко всему что здесь описано не как к случайности а как к некой закономерности более того как к некоему плану некий план по которому действует всевышний для того чтобы ну достичь определенной цели которую естественно он достигнет но дело в том что мы ведь тоже участвуем в этом мы имею ввиду люди они участвуют в этом и им неизвестно заранее все что будет для них многое случается неожиданно поэтому есть две позиции есть позиция всевышнего который действует по плану есть позиция людей которые участвуют во всем этом процессе есть наша позиция читателей мы читаем и пытаемся осознать все всю картину и с точки зрения творца и с точки зрения людей поэтому понятно что всевышний обращаясь к муше требует от него некое выполнение заданий говоря ему о том что известен процесс он будет просить а паро фараон будет отказываться почему потому что будет утяжеляться его сердце либо он его сам будет утяжелять либо всевышний его будет утяжелять это сердце то есть смотрите на все эти десять казней должны осуществиться не может быть так что после там третьей четвертой или пятой казни фараон возьмет и отпустит народ нет нет он может быть и скажет что он хочет отпустить вот он скажет и после седьмой после восьмой он будет говорить что он хочет отпустить но как только все будет прекращаться написано что сердце его утяжелялось и все он отказывался он не соглашался значит необходимо чтобы все десять казни были пройдены заметьте их 10 и 10 число не случайное мы знаем что есть 10 сферот 10 уровней схождения всевышнего сверху вниз для того чтобы из ничего создать что-то материю 10 сферот они известны естественно многие сравнивают каждую казнь с определенной сферой да казнь что это за сфера где находится более того мы же знаем что все эти сферот обозначены допустим там семь сферот обозначены именами наших праотцов раме схаки яков арон муше иосеф и давид до 7 сферот и верхние три сферы вот кетер хохма и бина и а все известные как бы все 10 сферот они соответственно сравниваются сфера казнь сфера казнь и действительно все десять казни они как бы прощупывают сканируют знаете каждый уровень что-то с ним делая видимо приводя его в порядок определенный причем смотрите каждая казнь длится 7 дней это же тоже не случайно что 7 дней мы же понимаем что 7 дней творения 7 дней всевышний убеждает муж и пойти выполнить задание 7 дней каждая казнь и есть определенные казни где муж и предупреждает снаружи изнутри вообще не предупреждает например казнь тьмы которая вот описано нашей главе муж и вообще не предупреждает просто она происходит и все значит все не случайно то что их 10 то что они все должны быть пройдены то что каждая из них длится 7 дней это очень и очень важно это первое на что я хочу обратить ваше внимание второе что делает ну вот евреи что они должны сделать вот мы должны вот простой вопрос что мы должны уйти из египта убежать из египта почему именно только с разрешения фараона а вот вот тайна мы не могли бы убежать взять вот собраться или так нас нас так много что просто вот невозможно тайна убежать почему мы должны вот каждый день там муж и арон обращаются к фараону и требуют вот что требует муж и арон если дословно мы переводим отпусти народ море отпусти народ море и они будут мне служить в пустыне это не точный перевод знаете это не точный потому что написано шлах или шилах этами это значит не отпусти а отправь пошли пошли отправь мой народ то есть приди к фараону и скажи шилах этами да я в дуне приди к фараону и скажи отправь ты должен послать мой народ и они будут мне служить если вдуматься в то что я сейчас сказал вы обнаружите парадокс в иудаизме есть такое понятие шлихут шлихут это посланничество то есть кто-то посылает кого-то зачем-то и куда-то то есть вот хасида любавича они многие из них выполняют шлихут вот рыбы их отправил в разные концы мира чтобы они выполняли задания шлихут чем он интересен посланник то есть того кого посылает и тот кто посылает должны быть определенным образом связаны и если меня посылают я должен какой-то мере обладать теми качествами которыми обладает тот кто меня посылает потому что я должен выполнить его задание если я отправляюсь в шлихут и меня посылает рыбы то как бы имеется ввиду что я имею определенные качества такие же как и рыбы и в том месте где я буду я могу как бы быть его представителем и выполнять то что он мне приказал или попросил сделать вот это на я шлихут мы же понимаем что допустим яков исраэль отправляет йосефа в шлихут братьям и поскольку тот не выполнил своего шлихута он долгое время не может общаться с отцом ведь вопрос же интересный почему за все время пока йосеф пребывает в рабстве и уже когда он не в рабстве а когда он большой начальник почему не сообщает отцу почему он тянет потому что шлихут не выполнен шлихут дело очень интересное и многие отправляются в шлихут для того чтобы выполнить задание того кто их послал и теперь внимание пару фараон должен нас отправить шлах то есть мы должны отправиться в шлихут от фараона поэтому мы к нему и ходим просто убежать от него мы можем конечно но это тогда будет просто бегство мы тогда не будем а в шлихуте не будем выполнять его задание теперь дальше смотрите мы должны выполнять задание которое звучит служба всевышнему то есть отправь мой народ чтобы они служили мне служба шлижу задание фараона должно быть идите и служите всевышнему это должен рассказать фараон который не верит всевышнего не понимает не признает его и он должен нам сказать чтобы мы пошли и служили от его имени всевышнему вот чем парадокс шлихут который мы уходим отправляет нас фараон и именно по приказу фараона мы должны идти служить всевышним это же интересно обратите на это внимание не просто так а по приказу фараона тоже вопрос почему без приказа фараона мы не можем служить но мы же не можем мы же ждем когда у нас отправить и действительно после десятой казни он же говорит он еще и раньше говорит просто там спор был кто и кто пойдет да и мы говорили что пойдут все абсолютно все включая животных и наш скарб весь из дома мы не могли бы вынести а все остальное должно выйти из митсраима потому что в митсраиме это делать нельзя это мерзость как говорит муж мы должны быть в пустыне на расстоянии трех дней и там вот всем своим добром всем своим имуществом душой телом там мы должны и причем все от старца до 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 самого что ни на есть я не знаю как вот младенца все мы должны служить всевышнему вот все и фараон давно хотел уже нас отправить но спор шел в том кто или мужчины или и или мужчины и и далее и по и прочее пока он не согласился что все уйдут мы не мы не соглашались на его на его значит вот условия таким образом за еще раз обращаю внимание мы уходим в шлихут посланничество посылает нас фараон посылает нас всех и мы по его приказу должны идти служить всевышнему вот такие вот условия здесь описаны если случай читать очень и очень подробно значит фараону известно что мы уходим на три дня для того чтобы служить всевышнему вот что знает фараон что знаем мы потому что нам он сказал всевышний говорит нечто другое вот предыдущей главе до ваера он нам говорит о четырех и даже пяти уровнях спасения и он там говорит что я вас в главе вот предыдущей главе сказано ваера я вас вытащу спасу освобожу возьму к себе и приведу в землю о которой я клялся вашим праотцам то есть нам он открывает немножко другую информацию не просто мы уйдем на три дня служить ему хотя это видимо центральное событие которое должно произойти после исхода а он добавляет еще что будет определенный процесс спасения и прихода в определенное место и поэтому мы в песах вот знаменитые четыре стакана вот за четыре уровня спасения четыре стакана и пятый уровень уровень пророка ильи пятый стакан который мы не пьем но вот в этой связи пять глаголов которые здесь перечислены в предыдущей главе все это известно то есть мы знаем по крайней мере муше и арон знает чуть больше чем должен знать фараон должен знать фараон теперь у меня вопрос в нашей главе нашей главе которая будет читаться в эту субботу есть замечательная фраза о том что мы прожили или пробыли прожили в митсраиме 430 лет нам написано и жизни нашей в митсраиме 430 лет но мы знаем что в самом митсраиме мы были всего лишь 210 лет откуда же берется 430 лет если мы прочитаем просчитаем обратно 430 лет то мы придем как раз к моменту заключение а союза между авраамом и всевышним он называется союз между половинок до брита бейтарим то есть когда авраам уходит из урказдима приходит в землю к наанскую там заключается вот этот вот знаменитый союз между половинок в рам берет рассекает определенных животных пополам раскладывает их огонь проходит он и заключается союз и сказано что долгое время твои твои потомки будут жить в земле не своей но потом придут землю свою с великим прибавлением и прочее 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 кому интересно вот главе лях лиха там можно вот этот этот союз возобновить своей памяти значит 430 лет с момента заключение союза теперь так как мне понять почему мы жили в митсраиме 430 лет если мы жили только 210 лет а 430 лет это с момента союза авраама и всевышнего первого союза я могу на этот вопрос свой собственный ответить только вот каким образом что с момента того как всевышний заключает союз с авраамом вся территория где мы бы только не находились называется митсраим то есть митсраим это не та частная узкая территория где мы вот находимся 210 лет мы все время в митсраиме находимся все время вот с момента того как всевышний вот таким образом открывается аврааму и дальше начинается цепочка вот этих вот божественных откровений создание народа из семьи мы все время находимся где бы мы ни были мы находимся в митсраиме митсраим это не просто географическое понятие это более широкое понятие то есть вы знаете в дальнейшем наши мудрецы скажут так что весь мир он делится на две части одна часть называется митсраим вторая часть называется исраэль митсраим по существу это вся материальная часть мира а исраэль это та часть мира где начинает преобладать некое духовное начало потому что исраэль я шар эль прямо к богу значит когда ты выходишь прямо к богу и начинаешь действовать так что твой путь к нему направляется ты вдруг оказываешься в пространстве которое называется израэль а если этого нет то ты находишься в пространстве когда называется митсраим если это так то из митсраим мы сейчас находимся в митсраим и раньше мы всегда на ходились из митсраяем вот мы находимся в misa Я про то время, и сейчас нас выведут. Вот вопрос, нас выведут куда? Вот нас выведут в какое-то место, а оно что, не Митраем? Потом мы пройдем какое-то место, а там не Митраем? А потом мы придем в землю Кнаанскую, а там не Митраем? Там тоже Митраем? Так ведь? Вдумайтесь, почему Мераглим, разведчики, которые спустя год, ну мы вот целый год там у горы Синай находились, заповеди получали, мешкан строили, и вот почти целый год, потом подходим к земле израильской, земле Кнаанской, и говорят нам, надо послать разведчиков. И Муша посылает разведчиков, и разведчики приходят, и что они говорят? Они говорят, да, богатая, хорошая земля. Митраем тоже, кстати, богатая и хорошая земля, но это вот земля, поедающая своих жителей, и все, и мы не можем туда пойти. Я-то думаю, что разведчики, которые были на самом деле главы колен, не были простые люди, профессиональные разведчики, это были главы колен, то есть те, кто были ответственны за духовное состояние народа, они в этой земле увидели на самом деле Митраем. Никакой другой земли они не видят. И они подумали, вот как же так? Мы вышли из Митраема, такое с нами происходило, да, и снова попадем в Митраем? Нет, мы не можем. Значит, помимо Митраема, видимо, существует еще территория, которая называется Митбар, пустыня. Причем пустыня – это территория, которая никому не принадлежит, это нежилое пространство. Так вот, нас выводят из Митраема в нежилое пространство, потому что все остальное пространство, включая землю Хнан, это тоже Митраем. Нас выводят в этот самый Митбар. Более того, мы ведь не живем в Митбаре. Мы живем, да, на территории Митбара, пустыни своеобразной, но в окружении облаков славы. То есть и там для нас создается некая такая искусственная территория. Мы как бы не соприкасаемся с этим миром, и там всякие чудеса случаются, явные чудеса. Вот это четырехбуквенное имя, которое он сообщает Муше Всевышний, это и есть имя, под которым происходят чудеса. Море раздвигается, там облака все время находятся, светящийся столб ходит, вода все время с нами тут, потом манна небесная будет падать. Ведь кто это организует? Всевышний под этим самым четырехбуквенным именем, которое и есть имя чудесное. Потому что под другим именем Шин дали дьют, когда он являлся Авраам из Хакуякова, там никаких таких особых чудес. То есть там были чудеса, но скрытые, неявные. Явные только вот четырехбуквенное имя совершает. Таким образом, нас выводят, или мы отправляемся в шлихут, в посланничество, в Мидбар, пространство, которое никому не принадлежит, и то нас окружает плотной оболочкой, защищая от всего внешнего. А куда мы должны попасть? Мы должны попасть в землю Кнаанскую. Там живут 10-7 народов, или, как говорится, земля, текущая молоком и медом, которая в дальнейшем должна стать Эрец Исраэль. Слово Исраэль, Яшарэль, прямо к Богу. Хотя там земля, везде Митсраим. 430 лет мы живем только в Митсраим, потому что только Митсраим и существует. И вот мне подумалось, что на самом-то деле к моменту исхода, или начала исхода, когда Всевышний начинает обращаться ко Муше из горящего куста, вот территория, которая называется Эрец Исраэль, она не существует. Ее просто нет в мире, она еще не создана. То есть есть территория Митсраима, Митсар из узкого, болезненного, то есть территория материальности, где материя доминирует над всем. И далее нужно создать территорию, которая называется Эрец Исраэль. Каким образом она создается? И вот мне приходит в голову мысль, что вот эти необходимые 10 казней, которыми была ударена и земля Митсраима, и люди Митсраима, и скотина, и все там, вот речки, есть ничто иное, как создание Эрец Исраэля. Вот как народ Израиля создается в Митсраиме, создается, там вот эти люди, которые выйдут, потом в горы Синай станут народом. То есть семья большая, плюс Эрец Раф, большое смешение, которое к ним припадают. Все это станет народом. Также и земля Израиля должна быть создана. И она создается в Митсраиме, потому что Митсраим повсюду. И вот эти вот 10 ударов, 10 казней, это и есть не только начало создания народа, потому что, собственно, на евреев это не действует. Сказано и в земле Гошем, где жили евреи, казни не было. Не было казни. Все казни миновали евреев, включая последнее избиение младенцев, первенцев. Потому что ангел смерти перепрыгивал. Пасах – это дома, наши дома, потому что видел косяки, помазанные кровью. Пасах – это слово Песах. Значит, главным образом удар приходится только на Митсраим, на его людей, на его природу и прочее. И там вот этим ударом в Митсраиме создается то, что в дальнейшем будет называться Эрец Исраэль. То есть, когда мы выходим в это посланничество фараона, мы уносим не только тот скарб и то добро, которое нам выдали местное население, которое мы у них взяли, но мы выносим с собой потенциально землю Израиля. И потенциально землю Израиля мы несем с собой вот в этом лагере. Поэтому нужно окружение, чтобы защитить эту землю Израиля. Даже в Митбаре ее нужно защитить. Ее нужно пронести через всю пустыню. Мы могли ее внести через год. Мы ее могли внести в землю Кнаанскую. Но так получилось, что наши лидеры, увидев там тоже землю Митсраим, сказали, мы туда не войдем, мы не можем внести ее туда. И тогда еще 40 лет, ну не 40, а 39 лет, мы вот эту землю Израиля, эрецисраэль, пестуем вот в этой вот колбе огромной в пустыне. То есть, в пустыне происходит строительство не только народа, не только нового поколения, которое рождается в пустыне и не знает рабства. Мы там еще создаем эрецисраэль. Ведь когда Билам взглянет на нас, он ведь скажет, как прекрасны шатры твои Израиля. Это скажет наш самый лютый враг. Ведь он смотрит на наш лагерь, и он видит эрецисраэль. Он видит корни этого. И вот это мы внесем в землю Кнаанскую. Поэтому мы ее должны очистить. Иначе, если мы ее не очистим, эту землю Кнаанскую, то эрецисраэль пропадет. То есть, он начнет перемешиваться, смешиваться с той землей, которая с тем пространством, которое называется Кнаан. И все, и нет эрецисраэля. А мы должны создать эрецисраэль. Поэтому смотрите, приказ. Во-первых, убрать все капища. Все, что есть там, все, что связано с идолопоклонством, и все те народы, которые мы говорим, и есть качество внутреннее, должны уйти из того, что называется Кнаан. И тогда мы, тот эрецисраэль, который начал делаться еще в Митсраиме, десятью казнями, продолжал делаться в пустыне, вот тогда мы его внесем на своих плечах и опустим в землю Кнаанскую. И там возникнет эрецисраэль. Поэтому я так думаю, что все эти десять казней египетских, они на самом-то деле строили и будущий наш народ, и те качества, которые мы должны были обновлять, они каким-то образом воздействовали на Митсраим, чтобы именно в Митсраиме возникает эрецисраэль. И когда он там возникнет, тогда Паро, Фараон и все люди, которые вокруг него, отправят нас. Потому что Митсраим, конечно, может какое-то время выдерживать эрецисраэль, но долгое время нет, потому что иначе эрецисраэль его раздавит, раздушит. И тогда нужно вытащить этот эрецисраэль из Митсраима, чтобы Митсраим оставался Митсраимом. Мы выйдем оттуда, знаете, как рожденный из матери ребенок, это уже другое, а он останется прежним, он вернется в прежнее положение, хотя уже, конечно же, измененный, потому что вот то качество, которое называется эрецисраэль, это все равно, что, знаете, вот свет Всевышнего, который является альтруизмом, наполняется сосуд, который, собственно, имеет только эгоистические качества. И вот этот сосуд, получая этот свет, начинает заражаться им. И вот этот эгоистический сосуд, как говорят каббалисты, наполненный божественным светом альтруизма, тоже начинает какие-то качества альтруизма приобретать. И вот тогда он требует организовать то, что называется массах, то есть экран, чтобы этот свет уже туда не проходил, или чтобы он мог его отражать, отдавать, тоже каким-то образом участвовать в процессе отдачи. То же самое случилось в земле египетской. В земле египетской возникает эрецисраэль. И мы на собственных плечах этот эрецисраэль переносим в землю кнаанскую. Долго несем, но ничего не поделаешь. И, знаете, в самом конце хочу вам сказать, что действительно не только люди должны признать и принять Всевышнего. Вот я задаю себе вопрос. А вот тот мир, который был создан без людей, до людей, мир материальный, под именем Элуким он создавал этот мир, он должен принять, он знает Всевышнего. Деревья, растения, природа, она знает Всевышнего? Или только человек знает Всевышнего? У нас есть такой трактат, называется Масахат Келим. Трактат Келим. И поинтересуйтесь, почитайте. Мне кажется, и по-русски там есть. По-русски тоже есть трактат Келим. Можно почитать, наверное. Но там сказано, в самом начале там сказано, что земля Израиля обладает святостью выше, чем вся остальная земля. Значит, земля обладает разной степенью святостью. Не вся земля одинакова в этом отношении. То есть, не вся земля по отношению ко Всевышнему имеет одни и те же качества. А потом говорится, что в Эрец Исраэль, уже в Эрец Исраэль, которая выше, чем все остальные земли, города, окруженные стеной, обладают высшей святостью, чем города, не окруженные стеной. А Иерусалим обладает качеством выше, чем все остальные. А храмовая гора выше, чем весь Иерусалим. А в храмовой горе есть храм еще. В храме есть разные места. И каждое место обладает определенной степенью святости. Значит, природа наверняка в нее вложена, она знает о Всевышнем, она ему служит, но не так, как человек, потому что человек должен еще решить и принять. У природы, видимо, нет той самой воли, которая может сказать «нет», сказать «я тебя не знаю». Но природа знает о Всевышнем и знает о нем по-разному. Поэтому мы говорим, что разные места на земле имеют разные свойства. И вот это свойство, которое мы называем Исраэль, Яшарэль, прямо к Богу, оно-то и было выпистовано в Митсраиме во время десяти казней и вынесено нами наружу и помещено в землю хнанскую. И тогда эта земля стала обладать повышенным качеством духовности или святости, как мы говорим, душа там появляется. Вот, что я хотел вам рассказать о том, как я понимаю, как я вижу эти десять казней, что этот процесс очень тяжелый и, что самое главное, мы были в Шлихуте, в посланничестве от фараона, который действительно признал Всевышнего. И его признание говорит о том, что эрес Исраэль возникает там, и тогда мы выходим и выносим с собой. Мы не выходим в эрес Исраэль, мы выходим вместе с эрес Исраэль и мы доставляем эрес Исраэль в землю хнанскую. Вот такую гипотезу, такую историю я вам рассказал. Так, сейчас я посмотрю, есть ли какие-то вопросы и что пишет народ, и тогда, значит, помимо того, что все здороваются, что видно и слышно, и что Шаломиш Кишинё из Кишинёва очень приятно, очень приятно из Кишинёва приятно, и из Петербурга приятно, отовсюду, и из Ужгора приятно, отовсюду. Слушайте, есть еще и взрослого. Отлично, отлично. География широкая. Это очень приятно, что одновременно люди как-то вот в разных концах. Да, Килиин, первый трактат, четвертый одея Мишны, повествует о законах ритуальной чистоты. Совершенно верно, ко всякого рода домашние утра. Вот как раз вот этот трактат, совершенно верно Татьяна сказала нам, там как раз и говорится, что есть разные уровни святости, и поэтому, допустим, мы же знаем, что в храм нельзя входить в состояние ритуальной нечистоты. Почему? Потому что состояние храма и состояние вне храма – разные состояния. И я должен подготовиться для того, чтобы из одного состояния попасть в другое состояние. Так и здесь, что в Эра Цесраиль мы поднимаемся, и уезжая оттуда мы спускаемся, тоже в духовном смысле этого слова. Поэтому я и говорю об этом, да. Вот все. Вопросов в общем нет никаких. Ну, ладно, всего хорошего вам. Я вам желаю шаббат, шалом и удачи, удачи, чтобы все было удачей. И главное, чтобы читать, думать, анализировать и стараться понять для себя, для себя, конечно, для себя, что я прочитал и что я понимаю в этот момент. Всего хорошего, хорошей субботы.